Доброе утро, глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Мне, скажем, досталась и сложная тема, и простая, с одной стороны, простая, потому что можно рассказывать бесконечно много, собственно говоря, мы 4 дня практически об этом будем говорить, и все, наверное, не расскажем. Но сложная в том плане, что время ограничено, поэтому я постараюсь остановиться на каких-то более общих концепциях. Итак, если мы говорим об иммунотерапии, то, в принципе, мы говорим о немножко другом уровне регуляции взаимоотношений. Если мы привыкли к тому, что рак – это какая-то генетическая болезнь, есть генетическая поломка, есть накопление мутаций, и это приводит к развитию опухолевого процесса, и мы строим такие схемы, объясняющие различные сигнальные пути, где что происходит, то при иммунотерапии все это немножко укропняется, потому что у нас есть опухолевая клетка, есть окружающие ее клетки, в каждой из которых есть достаточно много таких же сигнальных путей, которые тоже работают, тоже могут нарушаться, и вот этот спектр взаимоотношений, он не менее важен, а может быть и более важен в развитии злокачественного процесса, чем просто наличие одной какой-то, или пусть даже нескольких происходящих мутаций. И именно при анализе вот этих взаимодействий у нас, собственно говоря, произошли последние достижения. И, безусловно, когда мы говорим о достижениях иммунотерапии, в этом году мы вспоминаем последнюю Нобелевскую премию по медицине, которая была дана за открытие антипедиодинтерапии, и многие коллеги уже в 2017 году предлагали такой слайд с педиломами, то есть опухолями, которые чувствительны к антипедиодинтерапии. Но по факту на сегодняшний день иммунотерапия – это та терапия, которая может оказаться эффективной у любого больного, у любого больного с солидной опухолью. Да, это будут не все больные этим заболеваниям, мы на сегодняшний день знаем, даже в опухолях, которые очень чувствительны к антипедиодинтерапии, например, есть группа больных, которые не получают пользу. И вопрос стоит не в том, можем или не можем мы лечить эту опухоль, а вопрос стоит в том, получит ли этот конкретный больной пользу от иммунотерапии или не получит. И второе важное достижение иммунотерапии – это некоторые изменения цели лечения. Фактически, если раньше мы говорили, что метастатический процесс – это фатальная ситуация, и пациент неизлечим, и, понятно, мы стараемся увеличить его продолжительность жизни, качество жизни, вопрос об излечении не стоял, то с иммунотерапией вопрос этот встал, и, в принципе, он сейчас обсуждается как реальная конечная точка лечения, потому что при иммунотерапии оказывается, что мы можем достичь ситуации, когда после относительно короткого, а самое главное – конечного курса терапии, эффект будет сохраняться долго, он будет сохраняться годами, и риск прогрессирования будет сводиться к минимуму. И это мы видим как на более старых препаратах, когда такие события были, но были очень редки, так и на новых препаратах, когда по последним данным неодевантная терапия приводит к тому, что практически за три года никто не прогрессирует. Безусловно, с иммунотерапией не всё так просто, и у нас есть несколько паттернов ответа на иммунотерапию, которые были суммированы в хорошем обзоре, вышедшем в этом году. Что мы имеем? У нас есть три потенциальные ситуации. Одна ситуация – это когда иммунотерапия сразу оказывается лучше, это, скорее всего, иммуночувствительная опухоль. Например, мы такое изначально видели с меланомой, когда нет эффективного лечения, по сути, для данного процесса иммунотерапия сразу улучшает эффект, этот эффект нарастает в динамике. Вторая ситуация – когда у нас есть какое-то достаточно эффективное лечение, и вся разница в ответе только в том, насколько он длительный. Если ответ короткий, кривая идёт вниз, у иммунотерапии, как правило, кривая идёт вверх и достигает плата. И третий вариант, который мы видим достаточно часто тоже в солидных опухолях – это вот такой перекрёст кривых, когда на первом этапе стандартный вариант лечения, как правило, это химиотерапия, оказывается даже лучше, чем иммунотерапия. Но на втором этапе всё-таки длительность эффекта играет свою роль. Таким образом, здесь однозначно есть две крайне различные популяции. Здесь, скорее всего, популяции не столь сильно различаются, но, тем не менее, есть люди, у которых короткий эффект от иммунотерапии возникает, есть люди, у которых длинный эффект от иммунотерапии возникает. Это, собственно говоря, задача современных направлений исследований – понять, кто кому относится. Другой важный аспект – это то, что мы стали разделять опухоли на условно горячие и холодные. И если мы берём горячую опухоль, то это опухоли с выраженной лимфоидной инфильтрацией, опухоли, где иммунная система готова их атаковать, но опухоль при этом умеет как-то защищаться. Один из этих механизмов как раз оказался PD-1, другой – это CTLA-4. И холодные опухоли, где иммунная система не то что не имеет какие-то препятствия к атаке, она просто не готова атаковать опухоль, и опухоли, собственно говоря, нет повода защищаться от иммунной системы. И вот здесь встает вопрос, да, относительно антипетиодинной терапии мы можем говорить, что это горячие и холодные, но относительно иммунотерапии в целом следствует ли это о том, что эти опухоли не иммуногенные. Просто, возможно, механизм поломки в другом. Не в том, что иммунная система не может эффективно атаковать, а в том, что иммунная система не может эффективно распознать эти опухоли. И это тоже один из вариантов дальнейшего лечения, дальнейшего понимания этого процесса. Итак, чтобы разобраться в этом, необходимо вспомнить, что такое иммунный ответ. Иммунный ответ имеет несколько фаз, и каждый из этих фаз равновероятно. Если для начала нам надо, чтобы антигены были обработаны организмом и представлены, то отсутствие вот этого процесса, представление, презентация антигена, презентация его в лимфатическом узле, оно сделает просто ненужным защиту торможения иммунного ответа, а именно на этом уровне в синапсе, и здесь на уровне в синапсе между иммунными клетками и опухолевыми клетками происходит работа современных ингибиторов иммунного синапса. Опять-таки, недостаточность эмуляции, дисбаланс продукции в иммунной системе может нас привести к тому, что разовьется не тот вид иммунного ответа, который мы хотим, что у нас будет просто переключение между адаптивным иммунным ответом, который обеспечивает противоопухолевую защиту, и врожденным иммунным ответом, который не столь специфичен, который будет вместо, так сказать, точечного, очень мощного воздействия давать ковровую бомбардировку по всему, что окружает опухолевый процесс. Кроме того, у нас есть достаточно большое количество систем регуляции. Мы должны помнить и уметь пользоваться этими системами, потому что все в организме замкнуто по принципу обратной связи. Как бы мы не увеличивали вот этот круг, если мы не научимся смещать баланс относительно также увеличивающейся параллельно регуляторной системы, у нас не получится сдвинуть соотношение в другую сторону. И, к сожалению, на сегодняшний день главным достижением в иммунотерапии является то, что мы поняли, что воздействие на эту сложную систему, оно действительно эффективно и может привести к драматически хорошим результатам. Вопрос в том, чтобы научиться управлять вот этой вот сложной системой и понимать, какие воздействия. Вероятно, мы не должны делать ни одно воздействие, а несколько воздействий. Как-то учиться изменять их во времени не только по поводу того, что оно перестало работать, потому что прогрессирование, а немножко раньше, потому что изменилась фаза взаимодействия. Безусловно, количество эффекторов на сегодняшний день иммунной системы, оно растет драматически, и мы понимаем, что это все более и более сложные взаимоотношения опухоли. И хорошо, что мы научились работать вот в этом месте, где Т-клетка взаимодействует с антигенопрезентирующей клеткой или с опухолевой клеткой. Но у нас же есть и другие эффекторы. У нас есть вот эта вот группа клеток иммуно-регуляторных, Т-хелпер, ФОКС-П3, положительных CD4 клеток, которые играют существенную проопухолевую роль и которые способствуют развитию опухолевого процесса. У нас есть Б-клетки, которых почему-то мы в противоопухолевом ответе забываем, а тем не менее Б-клетки играют активную роль тоже в противоопухолевом умновом ответе, и от уровня продукции антител зависит, в общем-то, исход пациентов. У нас есть масса клеток, которые вроде как опосредованно относятся к иммунной системе, она создает строму опухоли, но тем не менее они несут на себе важные регуляторные молекулы для организации этого иммунного ответа. Кроме того, мы должны понимать, что иммунный ответ – это не ситуация, которая происходит в вакууме. Эта ситуация происходит в конкретном компанте организма, где складываются здесь и сейчас конкретные условия для реализации этого иммунного ответа. И понимание вот этой разделенности пространственного иммунного ответа мы тоже должны учитывать, и сейчас работы в этом направлении ведутся именно для того, чтобы понять, как это использовать и как это применять в целях иммунотерапии. Второе важное замечание, которое хотелось бы сделать, что иммуносупрессия может иметь двойственное значение. И это двойственное значение заключается в том, что сама по себе иммунная реакция может, с одной стороны, стимулировать опухолевый рост, и это мы видим на примере как раз модели гиперпрогрессирования, которая была буквально в этом году опубликована, где причину гиперпрогрессирования на фоне иммунотерапии объясняют тем, что в опухоли есть М2-макрофаги, которые могут стимулироваться в взаимодействии с ФЦ-рецептором антипедиадин-антитела. То есть мы вводим лекарственное средство, оно связывается с лимфоцитом, оно связывается с мелодино-супрессорной клеткой, мелодино-супрессорная клетка выращивает опухоль. То есть как бы вот такой замкнутый процесс. Это происходит не у всех, мы знаем, что это далеко не всегда, но тем не менее это такой вот интересный момент, когда иммунная система сама запускает негативный механизм. С другой стороны, мы знаем, что, например, что глюкокортикоиды являются как бы иммуносупрессивной терапией, мы их используем для того, чтобы лечить иммуноопосредственные нежелательные явления, тормозить иммунную систему. Но вот мы попытались в начале года разобраться с тем, как это происходит, какие механизмы здесь задействуются, и почему глюкокортикоиды не ухудшают эффективность терапии, когда они применяются по поводу иммуноопосредственных нежелательных явлений. И как оказалось после разбирательства, что глюкокортикоиды могут эффективно подавлять не специфический иммуноответ, они могут подавлять эффективно проявление и активацию врожденной иммунной системы, но они никаким образом не могут влиять на пролиферацию и активность активированных специфических Т-клеток. Таким образом, назначая глюкокортикоиды, мы можем подавить весь фон, при этом не трогать противоопухолевый иммуноответ. И такой вопрос, который, собственно говоря, до какой-то степени может быть и философский, почему у нас пациенты, у которых есть иммуноопосредственные нежелательные явления, третья-четвертая степень, где 100% используются глюкокортикоиды, у этих пациентов есть доказанное улучшение продолжительности жизни. Это потому, что у них есть такие нежелательные явления или потому, что у них в излечении используются глюкокортикоиды, которые переориентировали иммунную систему и дали больше энергии как раз специфическому противоопухолевому иммунному ответу. Другой важный момент – это различная роль известных комбинаций не как бы противоопухолевых средств, но в отношении иммунной системы. У нас все больше и больше появляется препаратов с иммунологическим механизмом действия. Одно время мы считали, что у нас иммунотерапия – это вот только цитокина и больше ничего нет. Мы забывали, что у нас один из первых иммунотерапевтических препаратов – это ретоксимаб, который на минуточку чекпоит ингибитор. Если разбираться, потому что СЕ20 – это важная молекула в иммунном синапсе, она стимулирует рост Б-клеток. Мы знаем, насколько важна она в сигнальной трансдукции. Мы забываем, что у нас есть много многоклональных антител, у которых очень важен иммунологический механизм действия. Например, для тростозумаба известно, что эффективность тростозумаба зависит от полиморфизма и ФЦ-рецептора на естественных киллерах. Если это низкофинный ФЦ-рецептор, эффективность тростозумаба у этих пациентов будет ниже. Вот здесь пример различной роли брафимейки ингибиторов, вроде бы совершенно не иммунопосредственных терапий, на противопухолевый иммуноответ при меланоме. Посмотрите, они имеют совершенно разную роль, причем совершенно разную роль они имеют в зависимости от ситуации клинической. Одно дело, когда есть эффект, другое дело, когда возникает прогрессирование резистентности, они стимулируют иммуносупрессивные молекулы, возможно, из-за этого терапия после брафимейки ингибиторов с использованием иммуноонкологических препаратов чуть менее эффективна. Итак, если мы посмотрим на те методы, которые у нас есть, у нас есть первичные точки воздействия, на которых мы пытаемся изменить соотношение опухоли и иммунной системы и стимулировать и сдвигать эту рамку в нашу пользу. Это методы усиления презентации антигена, методы модуляции активности иммунологического синапса, методы воздействия на кинетику иммунных процессов, различные варианты адаптивной терапии, методы устранения иммуносупрессирующих факторов и какие-то методы с вторичным эффектом на иммунную систему. Но на самом деле тут надо задать вопрос, мы применяем эти методы, но что мы знаем о конкретных нарушениях у конкретного больного, ведь мы принимаем их у всех, не зная, собственно, что происходит в иммунной системе и что у этого больного пошло не так. И это, возможно, та проблема, с которой мы сталкиваемся, что иммунотерапия эффективна не у всех, возможно, она кроется где-то здесь. Итак, мы на сегодняшний день большим достижением является то, что мы понимаем, что иммунотерапия имеет некоторыми общими свойствами, которые можно сформулировать как универсальность, инертность действия, дуализм действия, комплексность направленного действия. Мы знаем, что во всех методах иммунотерапии действующее вещество – это иммунная система, поэтому мы можем применять эти методы более-менее широко. У нас есть инертность действия, система большая, колесо долго проворачивается, поэтому нам нужно время и на развитие ответа, но и также долгое время он может сохраняться после окончания нашего воздействия. Поскольку иммунная система – это регуляторная система, у нас есть явный дуализм действий, есть весь набор про и контра в рамках одной системы, и ответ на одинаковое воздействие опосредуется множеством механизмов и зависит, собственно говоря, от исходного состояния этой системы. У нас, благодаря тому, что функция иммунной системы гомеостатическая, мы можем сказать, что она всегда работает сразу с учетом нескольких механизмов, но мы не должны забывать, что иммунотерапия – это все равно остается таргетным воздействием. Это всегда влияние на какую-то мишень или на какие-то мишени, но эти мишени распространены довольно-таки широко, и их активация не всегда приводит к одинаковым результатам. Безусловно, чтобы ориентироваться в этом сложном процессе, нам надо в первую очередь понимать, на что мы действуем. И очень сложно ориентироваться на ситуацию, когда мы не имеем ничего, кроме клинического роста опухоли или клинического улучшения состояния. Нам надо что-то более точное для определения, помогает этот подход или не помогает, надо переключаться или что-то добавлять или не надо. И это основное из направлений поисков онкоиммунологии и в монологии вообще – это поиск биомаркеров. Где мы можем найти биомаркеров? По сути, все вот здесь, что отмечено солнышком, может быть биомаркером. Это и опухоль специфический биомаркер, который сейчас в зарубежных странах возлагает очень большие надежды, коневые экспрессии, профиль экспрессии опухолевых клеток, синтез и продукция иммуносепрессирующих факторов опухолевыми клетками, наличие поверхностных каких-то маркеров. Но не меньшее значение имеют и маркеры с периферической иммунной системой, потому что сложно ожидать какой-то активности от клеток иммунной системы, которые просто энергетически истощены. Сложно ожидать какой-то активности, когда иммунная система просто не может работать, когда она отключена, когда у нее выраженный дисбаланс. И остается вопросом, насколько мы можем коррегировать одно и другое, насколько мы можем игнорировать один или другой компартмент иммунной системы. Кроме того, мы должны понимать, что у нас ни одна, ни две, как мы на схемах видим, мишени. У нас есть целая группа воздействий на иммунологический синапс, и возможно нам надо лучше понимать, как мы можем воздействовать и как мы можем управлять этим процессом. Мы научились воздействовать на две мишени, мы знаем, что эта мишень, пожалуй, наиболее активна на сегодняшний день. Мы знаем, что если мы будем воздействовать на две мишени, у нас будет на порядок больше объективных эффектов, но гораздо тяжелее люди переносят. А что будет, если мы будем воздействовать на эти мишени или вот на эти мишени дополнительно, это тоже все молекулы, которые являются тормозными сигналами или активирующими сигналами. От их баланса зависит результат активации. Кроме того, иммунотерапия привнесла в нашу жизнь новый класс иммуноопосредственных нежелательных явлений, это иммуноопосредственные нежелательные явления, которые в целом можно подразделить по разным механизмам. Это могут быть и классические аутоиммунные болезни, такие как аутоиммунный тиреидит, гепатит, гемолитическая аномия. У нас могут быть проблемы, связанные с молекулярной мимикрией, потому что практически очень мало антигенов опухоль специфичных. Большинство антигенов опухоли ассоциировано, они чаще экспрессируются на опухоли, чем в нормальных тканях, но в нормальных тканях они тоже экспрессируются. И таким образом мы можем, воздействуя на опухоли клетки, повреждать нормальные ткани. Это могут быть очень серьезные проблемы. Это может быть ткань миокарда, это может быть ткань нервной системы. На фоне иммунологических воздействий системы детоксикации могут не справиться. У нас могут быть болезни иммунных комплексов, когда они откладываются в коже и приводят к таким вещам, как многоформная ритемость, синдром Стивенса-Джонса, синдром Лоэлла достаточно сильная. У нас может играть роль как адаптивная иммунная система, про проблемы, с которые я сказал, так и врожденная иммунная система. И она тоже может приводить к достаточно серьезным иммунопосредственным нежелательным явлениям, так и как синдром выброса цитокинов. Но более мягкие из них, лихорадка, артерология, в принципе, они не идентифицируются как серьезные. У нас есть ситуация, когда вовлечены обе системы, такие как ассоциированные с главным комплексом гисосовместимости первого класса, нежелательное явление, это псориазм, болезнь крона, язвенный колит. Это проблема при иммунотерапии довольно-таки серьезная на сегодняшний день. Важно понимать, что все эти нежелательные явления по-разному влияют на ситуацию. И есть, грубо говоря, благоприятные нежелательные явления, когда да, у пациента может быть достаточно серьезная проблема, с которой мы тем не менее можем справиться. Но при этом мы знаем, что наличие такой проблемы увеличит и улучшит результаты лечения у этого пациента. Это касается нежелательных явлений, связанных с работой адаптивной иммунной системы. Обратная ситуация, когда нежелательные явления связаны с рожденной иммунной системой, мы практически не видим улучшения выживаемости. Ситуация скорее чаще обратная, чем здесь. И мы должны тоже это учитывать в наших размышлениях, в наших рассуждениях и в том, как мы будем планировать дальнейшее лечение. Немаловажным аспектом является изучение фармакоэкономики. И здесь чем примечательно это исследование? Не только тем, что сравнивались разные подходы в первой линии, а в том, что это фармакоэкономическое исследование, которое сравнивало стратегии. Здесь учитывались две последовательные линии терапии при меланоме. Это практически одно из первых таких исследований, которое смотрит, что лучше. На самом деле, с увеличением количества препаратов, с увеличением количества локализации, таких стратегий будет больше. Конечно, нам надо делать свои исследования, чтобы понимать, как это будет выглядеть у нас, потому что это вероятность быть экономически эффективным на английской территории, но никак не у нас. Но тем не менее, важно понимать, что разные стратегии могут оказаться по-разному эффективны в разных экономических ситуациях. Что хотелось бы сказать, что проблема доступа – это, конечно, одна из проблем, и одна из проблем, которые на сегодняшний день пытаются решаться не только у нас, но и во всех странах. Но тем не менее, как вы видите, чаще доступ неудовлетворительный, чем удовлетворительный. Итак, если подводить итог, какие у нас достижения на сегодняшний день есть в иммунотерапии? Первое достижение – это то, что иммунная система значима при любом виде лечения, при любом виде опухоли. Второе – это эффективный подход к лечению многих злокачественных заболеваний, и это то, что поставило вопрос об излечении опухоли на любой стадии. В чем трудности? Трудности в том, что эффективное лечение возможен только у некоторых больных, и мы не знаем на сегодняшний день до начала лечения у кого. У нас есть объективные сложности с индивидуализацией лечения из-за того, что у нас нет хороших биомаркеров, у нас есть иммуно-посредственные нежелательные явления, которые нам еще надо лучше понимать и лучше контролировать, и у нас, безусловно, есть проблемы с доступностью. Спасибо за внимание. Будьте добры, есть ли вопросы к Алексею Викторовичу? Да, это верно. Ну, тут есть три ответа. Во-первых, не все репортированные случаи гиперпрогрессии являются гиперпрогрессией, потому что я подготовился к другому докладу как раз по гиперпрогрессированию. Нашел такой случай, описание гиперпрогрессирования у больного раком легкого. Пациенту начали терапию невлюмабом, через 10 дней у него в два раза увеличилась опухоль, и появился плеврит. Авторы расценили это как гиперпрогрессирование, назначили глюкокортикоиды, и через месяц у него полный регресс опухолевых очагов и плеврита. Я бы называл это псевдопрогрессированием. Ну вот, это вопрос терминологии в части случаев. Есть две популяции клеток, которые подозреваются причастными к гиперпрогрессированию. Это вот милоидные супрессивные клетки 1, и Т-супрессоры, это CD4, CD25, HIGH, CD127, LO, FOXP3 положительные клетки, которые несут на себе и высокоафинный рецептор интерлектина 2, и как оказывается, они лучше пролиферируют у пациентов с гиперпрогрессированием на фоне иммунотерапии. Ну, какой-то там есть дополнительный механизм, это тоже показано, и с ними во многом связывают гиперпрогрессирование, потому что они повышаются именно у тех больных, которые были замечены в этом. Поэтому это вот второе объяснение причин. То есть, на самом деле, есть случаи, где действительно показано биологическое изменение кинетики опухоли. Третий вопрос относительно гиперпрогрессирования, которое тоже должно несколько уменьшить наше размышление об этом, это то, что мы все знаем кривую гомперца по росту опухолевой массы, и там далеко не линейная скорость роста. Если мы просто в двух разных фазах этой кривой посмотрим скорость роста опухоли, то она будет различаться причем кратно. Пришел ли пациент вот эту фазу из одной в другую или нет, мы не знаем объективно. У нас это может совпасть с проведением иммунотерапии. Поэтому здесь к этому надо относиться очень аккуратно, то, что феномен изменения биологических характеристик в негативную сторону есть, это однозначно доказано. То, что насколько он частый, надо смотреть по разным данным в районе 10%. Но что с этим делать, тоже надо анализировать. Но, к сожалению, надо принять как данное, что и такие риски тоже есть. Считать ли это иммуноопосредованным нежелательным явлением, я не знаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!